Приветствую всех, на экране War Thunder Mobile и с вами как всегда Ревиссарио. Давненько не было видео, и я уверен, что все вы по мне очень сильно соскучились. Поэтому давайте шустренько, без лишней воды, посмотрим, что принесло нам так называемое 12-е крупное обновление под названием Железные Тени. Приятного просмотра. В этот раз нам завезли новую карту Нормандии, которую занонсили в честь исторического события 6 июня. В тот день, 80 лет назад, более 150 тысяч солдат-союзников высадились на пляжах Франции, тем самым положив начало Нормандской операции. Как заявили разработчики, это первая в игре полугородская карта со значительными перепадами высот, на которой можно одновременно вести позиционные перестрелки, устраивать неожиданные многоуровневые засады с напарниками или занимать удобную высоту, прикрывая союзников шквальным огнем. В общем, карта требовательна к технике с хорошими углами вертикальной наводки и птурами. Кстати, в опросе, который был в прошлом месяце, выиграла карта Северс 13, и после этого многие игроки справедливо были озадачены, почему вели Нормандию, а не победившую в опросе карту. Ответ был получен в стиле «Вам никто ничего не обещал», а опрос был просто «Потому что так надо» и «Мол, не выебывайтесь». Так что идем далее. Вторым по значимости нововведением можно считать новый тип снарядов – радиофугасы. Они на данный момент доступны на новом линейной возводе шведов на 9 ранге и на WZ-305 из текущего трофейного возвода на 7 ранге. Еще их также добавили на итальянский БМП VCC 80 на 60 9 ранга. Данный снаряд уникален тем, что может возводиться, не долетая вплотную к своей цели. Это делает его крайне эффективным против авиации и шустрой легкобронированной техники, на которую порой навестись при максимальном разбеге не так уж и легко. Но при всем этом радиофугас все же не заменяет всеми любимые ломы и кумулятивы, и поэтому его следует брать в ограниченном количестве в качестве дублера против той же авиации. Наверное, на 12 выпуске обзора глобальных обновлений мы подробно не будем разбирать новые события и боевые пропуски, в которых по сути все те же самые награды в виде декора и новых взводов. Ничего кардинально нового, кроме наличия ранее упомянутых радиофугасов и некоторых представителей сетапов у нас нет. В общем, если играете не первый месяц, думаю согласитесь, что обнова проходняк. В прошлом обзоре обновления я думал, что в следующем, то есть в текущей обнове, нам добавят режим авиации. Но у разработчиков, судя по всему, что-то пошло не так, и сейчас мы имеем только третий этап бета-тестирования. Напоминаю, что их было запланировано 4 этапа, и теперь, наверное, в лучшем случае стоит ожидать ввода полноценного режима только к концу лета. Но загадывать не буду, потому что к разработчикам с каждой типовой обновой у меня возникает все больше вопросов. Например, какие сложности ввести наконец-то кланы, и дать возможность игрокам собраться в сообщество, соревнуясь в условных клановых противостояниях. Если честно, у меня складывается ощущение, что все больше не совсем компетентных людей привлекаются к разработке игры. Фидбэки очень плохо доносятся до разработчиков, или попросту ими игнорируются. Здесь даже не знаю, что хуже, судите, как говорится, сами. Безусловно, что-то в игре подтягивают в качестве оптимизации и графики с интерфейсом, а вот начинка пока что, к сожалению, никого особо не волнует. И это уже далеко не первое моё замечание по этому поводу за год, что я снимаю игру. В общем, сегодня расход не на самой позитивной ноте. Будем следить за игрой дальше, но, наверное, пока не так активно, как раньше. Подписывайтесь на мои сообщества в Тиграме и Дискорде, чтобы быть в курсе всех новостей по Вартендер Мобайл. А также, конечно же, не забывайте о деталлах Ютуба. Спасибо за внимание.